У меня отца и сына и святого духа. Всех поздравляю с воскресным днём и у нас в это воскресенье память иконы Божьей Матери и всех скорбящих радостей. Вот тоже одна из почитаемых икон, много храмов по всей Руси в честь этой иконы. Вот сама икона, она прославилась именно здесь в Москве на Большой Ордынке, храм, который сейчас так и называют. Вообще-то Покровский храм, а сейчас он больше и называется именно скорбящийся. То есть в честь этой иконы, потому что именно в том храме в 17 веке обрели эту икону. Ну, вернее, она была там и до этого, но её сама Божья Матерь прославила, когда некая женщина, она была, ну, не простая, она была сестрой патриарха. И она тяжело болела, так что у неё была, ну, такая незаживающая рана постоянно. И она уже, ну, думала, что, наверное, умрёт, потому что болезнь никак не прекращалась, врачи не могли ничего сделать. Но к ней и ей явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, что почему ты не обращаешься к единой целительнице всех. Когда та спросила, кто эта целительница, то она, Божья Матерь сказала ей, чтобы она шла вот в этот храм, что она сама есть целительница всех, кто к ней обращается, и послала её в этот храм, в Покровский храм на Большой Ордынке, где повелела взять икону, именно эту, всех скорбящей радостей, чтобы священник отслужил водосвятый молебен и за неё помолился, и она получит исцеление. Вот действительно она получила исцеление, и вот эта икона, она и в дальнейшем была прославлена многими чудотворениями, чудесами, и в честь неё уже строились и храмы по всем, по многим городам, по многих городах есть храмы. И само название иконы, оно для нас такое утешающее, то есть, что Пресвятая Богородица является радостью, то есть, помощью в скорбях каждого человека, каждого христианина, всех, кто к ней обращается. То есть, она, ну, в первую очередь вспоминается, конечно, о том, как, что сама Божья Матерь претерпела сколько скорбей в своей жизни, уже после рождения её Божественного Сына, и было предсказано, что оружие пройдёт тебе душу. И действительно, своим согласием на вот этот подвиг, на самом деле, быть матерью самого Господа, она уже понимала, что множество скорбей ей предстоит в жизни претерпеть, потому что были откровения, то, что и в храме ей предсказал Симеон Богоприимец. Ну, и вообще говорилось о том, что путь, ну, из Священного Писания, это было известно, что путь Христа Мессии, он будет скорбным, что он возьмёт на себя скорби всего мира. И вот Божья Матерь, она тоже, следуя за своим Божественным Сыном, она претерпела множество скорбей, особенно, когда он страдал на кресте, для неё это была величайшая скорбь. Но и после этого она получила сама утешение от Господа, воскресение Христа, и потом, когда уже Господь взял её на небо к себе, конечно, она стала теперь и утешительницей, и всякому человеку во всякой скорби. И вот у нас такой встаёт, наверное, в нашей жизни христианский вопрос о терпении скорбей, о необходимости терпения скорбей, потому что мы должны понимать, мы знаем, что сам Господь, Он не случайно именно так совершил спасение человека, через страдания на кресте, то есть через претерпение скорби, потому что грех, который стал человеком властвовать, то есть, ну, дьявол через грех стал властвовать человеком, вот без претерпевания неких скорбей, трудностей, озлоблений, человек не может исцелиться. Вот исцеление, оно происходит как раз через несение креста, то есть через терпение скорбей, через терпение разного рода утеснений. И мы помним и в книге Деяния святых апостолов, когда апостолы пошли на проповедь, они, как говорится, там удостоверяли всех, кого обращали, что многими скорбями предстоит войти в Царство Небесное. Но Господь уготовил такое величие человеку, такую радость, такое блаженство, которое не стоит всех скорбей мира. И мы на примере и самой Божьей Матери, на примере многих святых, мы видим, что они добровольно уже, познав ту сладость, той жизни вечной, будущей, они сами добровольно шли на всякие скорби, уже не боялись никакой скорби, они не только не страшились, но наоборот и даже стремились. Есть книга святителя Луки, воина Иснецкого, Крымского, которая так и называется «Я полюбил страдания». То есть святитель Лука, вот он, например, в своей жизни увидел пользу от тех скорбей, которые претерпеваются ради Христа, ради служения Христу, и какие плоды в душе человека эти скорби приносят. То есть все святые, они не страшились никаких скорбей, но наоборот, есть пример одного из подвижников, который говорил, что он жалел, что Господь немало дает скорбей, хотел бы больше скорбей, чтобы приобрести больше в Царстве Божьем. Поэтому вот мы имеем перед собой такую утешительницу, которая сама претерпела великие скорби, но и утешает и нас. Нам тоже нужно, в первую очередь, из-за своих грехов и согрешений потерпеть скорби в этой жизни, но и ради наших близких тоже, как Божьей Матери святые служат нам утешением. Вот если мы хотим тех, кто рядом с нами, ну как-то поддержать, тоже явиться для них утешением, то и мы сами должны не отчуждаться какой-то скорби, трудности, претерпеть для того, чтобы и через нас Господь это утешение изливал на тех, кто рядом с нами. Вот мы как христиане, в общем-то, и этого не должны чуждаться. Поэтому, прибегая к Божьей Матери, будем просить у нее действительно, чтобы она наши скорби, которые нам Господь дает, которые мы отчасти сами на себя берем. Ведь то, что мы, скажем, постимся, себя как-то ограничиваем в радостях таких телесных, это тоже некое добровольное подъятие на себя определенной такой скорби, труда для того, чтобы получить утешение духовное. Вот поэтому будем, и Святую Богородицу, также приступая к ней, просить, молиться, чтобы она дала нам это утешение, чтобы она нас укрепила в нашей жизни, в этой временной, чтобы нам самим и достигнуть спасения своей души, ну и по возможности, если Господь даст, чтобы быть неким утешением и для тех, кто рядом с нами, чтобы они к Богу приблизились. Аминь.